Всем привет, я на канале Футбольной Биги, меня зовут Сергей Егоров, это Вечерний Абрамов и три темы. Первая, все что связано с интервью Валерия Карпина и его думами о том, чтобы уйти, а потом остаться. Как теперь он будет взаимодействовать с футболистами, ведь уже завтра, 26 ноября, будет жеребьевка. И нам, вероятнее всего, попадется... Ну давайте, все же желают Македонию, ну давайте Македония, потом посмотрим, как сыграем. Вторая тема, все что связано со Спартаком и происходящим там в свете игры с Наполи. Владимир Николаевич считает, что Руи Витория вернул дух, тот о котором постоянно говорит Евгений Серафимович Ловчев, о нем тоже сегодня не обойдется. Мимо него не пройдем, мимо его высказываний. И третья история, это все что связано с Зенитом и отсутствием красоты игры. Владимир Николаевич считает хамскими высказываниями Володьки Быстрова и Андрея Сергеевича Аршавина в эфире Матч ТВ. Что это было? Смотрите, подписывайтесь на канал, а я напоминаю то, что партнером этого выпуска является легальная и надежная компания Бэтбум, которая представляет моим подписчикам специальный бонус за первое пополнение. Переходите по ссылке в закрепленном комментарии по промокоду БЕГИ и забирайте до 10 тысяч рублей на первое пополнение. Владимир Николаевич, добрый вечер. Здравствуйте, Сергей Александрович. Ну что, мы неделю практически не общались, возможно чуть больше. За это время столько событий в российском футболе произошло. Еврокубки обсудим чуть позже. В тот день, когда мы общаемся, Локомотив принимает Лацио. Но поговорим, начнем с заявлений Валерия Карпина, который заявил о том, что он может уйти. Неделю надо подумать, потом через неделю он все-таки остался. Продолжаем работать. Как вы это оцениваете? Собственно, что произошло? Вот такие заявления Карпина, его заявления по поводу того, что футболисты прятались от мяча, не могли передачу отдать, звучали даже слова, что-то такое трусость. Вот опасная история такая, Владимир Николаевич. Что это было? Сергей, вообще вся вот эта вот трех месяцев, вот это вот сколько уже? Три месяца, да? Карпинская эпоха в тренерской работе в сборной, она окутана специфическими какими-то ощущениями, что изменились правила. Изменились правила не в смысле игры футбольной, а правила традиционные, правила ведения работы тренером. Поэтому мы привыкли к определенным с вами пониманию того, что было до него. Я имел в виду, мы с вами неоднократно говорили по поводу его первого матча. Собственно, это лицо тренерской мысли, которое нас всех удивило. Когда не было центрального нападающего, когда Карпин объявил, что его отношение к пониманию капитана команды несколько другое, нежели было раньше. Когда Артем Дзюба был цементирующим в команде. И как бы он осуществлял вот этот вот порыв романтизма, желание рвать и тому подобное. Ну, желание рвать романтизма в достижении интересной, содержательной игры. Карпин показал, ну, во всяком случае, может быть, мне это показалось. Скажу, он показал, что пришли иные времена, иное мышление, более современное. И он в этом знает, как добиваться, чего он хочет от команды. И как команда будет преобразовываться, собственно. Вы все, я имею в виду спортивные журналисты, специалисты в области футбола, вы все одним махом перечеркнули то, что было сделано до него. Все это, собственно, было сделано в определенном смысле не очень хорошо. Скажем так, мягко. Не очень хорошо. А главное, чего не было. Не было, нет скорости, нет понимания игровых концепций новых. Мы отличались от европейских команд, которые показали себя на чемпионате Европы очень интересно. А наша команда не показала себя. И здесь, с моей точки зрения, достаточно, может быть, даже и правильно были критические замечания главному тренеру и команде по содержанию игры. Надо меняться. И Карпин высказался, что он знает, как меняться. Так ведь? Да. И умение держать себя в комментариях с журналистами, журналистов быстро убедили, что они сделали правильный акцент на том, что вот пришел новый мыслящий человек, который знает, как перестроить команду. Добавить туда молодых футболистов, талантливых футболистов, и все поменяется. Так? Особенно его концепция со столбами. Главным образом, которая мне мела в какой-то мере, это концепция с центральными нападающими. Либо Артем Дзюба, либо центральный нападающий московского «Спартака» Александр Соболев. Но я сейчас не хочу замыкаться на этом, именно только на центральных нападающих. Он много сделал заявлений, если последовательно за ними следить. Почему много? Потому что как-то это прошло мимо футбольных специалистов и мимо особенно задиристых журналистов. Он многое сказал. Он сказал, что моя концепция – это быстрый и смелый футбол. Хватит вот этих заунылых в центре поля многочисленных передач вдоль поля и тому подобное. Все должно быть быстро. А может быть даже отчаянно быстро. Это его концепция. И мы ждали от него этого. Но он сыграл свои 6 матчей. И сейчас у нас есть время, во всяком случае, дать ему общую оценку. Всех 6 матчей. Всех 6 матчей. Ни одного последнего матча. Что он мог сделать в последнем матче? Собственно, ничего. Если мы не проанализируем, что он сделал до этого в 5 матчах. Он дал результат. Собственно, Российский футбольный союз требовал от него результат. А качество игры – это он требовал, он, тренер, требовал от футболистов. Качество игры в своем понимании, в своем исполнении, в исполнении требований самого Карпина. Футболисты должны были показать, что они несут нового. И тут мы увидели, что футбольный бог действительно на стороне Карпина. Никуда не попрешь. Тут Валерия совершенно верно указал. Тут его сразу хочется только называть Валерий Георгиевич. Действительно. Футбольный бог был на его стороне. Что называется, как хочешь выкручивайся, все равно ты проиграешь. А если все-таки мы не забьем, вы сами себе забьете. Вот это было. Мы это все увидели, но мы проходили в ужас, когда наша команда играла со слабейшими командами Европы. И в физическом смысле, в физических кондициях мы видели одно и то же. Что было до Валерия Георгиевича со Станиславом Саламовичем. Что с ним, никакой разницы. Вот никакой разницы. Даже я осмелюсь сказать, что физические кондиции были немного хуже. И тренер не понимал, что происходит с командой. Она была действительно слабая. Здесь не нужно быть специалистом в области футбола с утонченными такими пониманиями. Здесь просто глазами смотришь и видишь, ребята уставали, умирали. Были даже некоторые фотографии, которые в интернете были распространены, где наша команда после матча просто падала и умирала. А команда Кипра, они все стояли. Да, было такое. А наши были необыкновенные устали. Главное, что результат был. И за этот результат можно было спрятаться. Как в свое время прятался Олег Иванович. Я вам говорил в 2002 году. А Львов бегал и кричал, что что вы привязались к Олегу Ивановичу, что команда плохо играет. Результат есть. И с этим результатом мы поехали. И я был абсолютно уверен. Мы поехали в 2002 году в Японию. Чтобы было ясно нашим болельщикам, о чем я говорю. И мы были вправе рассчитывать, что, в общем-то, любимец Олега Ивановича, Карпин, который так же, как и Олег Иванович, Олег Иванович тоже очень не любил столбов в центральном нападении. Он выше метра 83, он просто категорически отказывался кого-либо брать. Ну, есть у Олега Ивановича. Он даже вчера об этом, собственно, и еще раз подтвердил. Когда его про Соболева спросили, почему он ему не нравится, он объяснил, что он все время падает. Его чуть-чуть корпусом поднажал, он и упал. И ведет себя не по-футбольному. А надо вести себя жестко, как настоящий гладиатор. И он привел несколько воспоминаний о нескольких своих футболистах, которые играли за сборную. У Карпина такая же концепция, за что Олег Иванович и жжет. Он все время говорит, Карпин, 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 это то, что нужно. Будем верить. В конце концов, мы верили Олегу Ивановичу в 2002 году. Он поехал и на лаврах вернулся, как великий тренер России. Не будем впадать, что называется, в какие-то там тонкости его тренерских удач со сборной. Но было такое ощущение лично у меня, что Карпин поймал удачу, и в последнем матче будет то же самое. То есть, мы сыграем в ничью 0-0, просто 0-0. Бог футбольный был на нашей стороне. Что нам нужно было? Чтобы поле было тяжелое, чтобы шел сильный дождь в нашу пользу. Согласен? Да. Что и произошло, Владимир Николаевич. Что мы все встали в ворота и отбивались до... И оставалось всего 8 минут. И, Сережа, я все время про себя думаю. Я желаю Валерию Георгиевичу только самого хорошего в его тренерской карьере. Но то, что происходило с Валерием Георгиевичем, вроде как его установка была, да? Я так понимаю, его установка была. Я на нем лица не вел. Я такого некрасивого, вообще Валера симпатичный парень. Но это было что-то, что-то было очень неприятное. И вот в его облике оператор, который снимал трансляцию матча, все время пытался уловить в его глазах какой-то необыкновенный страх. Валерию было стыдно за все. Он же очень гордый человек, он по натуре очень гордый человек. А здесь просто, ну, стыдно. Валера сам, если вы смотрели матч, вот это тысяча, сейчас несколько раз повторяли на наших каналах 2000 года, до конца ноября снег идет, и Спартак играет против итальянцев в Лиге Чемпионов. Тогда назывался он Кубок Европейских Чемпионов. Матч с Наполя вы имеете в виду? Да, матч с Наполя. А, ну это 89-90, по-моему, да. 90-е, я сказал, 2000-е, 90-е год моего приезда. И он, тогда он еще был 21 год, еще не вспомнился, он там бился. Он вообще-то такой парень, который бьется, не жалея ног своих тонких достаточно, если вы смотрели этот матч. Да. А тут он не понимал, как вы начали задавать мне вопросы, он не понимал, что происходит. Команда прячется от мяча, чтобы, точнее, каждый футболист, получая мяч, старался его не получать и от него прятаться. Это был первый главный упрек главного тренера ко всем футболистам. Ко всем футболистам. Так. Но, тем не менее, удача все время нам стучала куда-то вот. Поэтому ваш любимец, лучший комментатор... Котэ. Да, Котэ. Котэ на канале Матч ТВ в перерыве между первым и вторым таймами кричал, надрываясь, что, ребята, ребята, матч идет так, как надо. Наши ребята показывают тот футбол, который нужно. Еще 45 минут, и мы все. Мы на чемпионате с первого места. И вопрос, вот этот вот вопрос, который я все время задавал Олегу Ивановичу, а теперь хотел бы задать Валерию Карпину. Ну, хорошо. Ну, поедем мы на чемпионат мира. Ну, с такой командой, которая не бежит вперед. И, ладно, не бежит. Как будто им сказали не бежать, они не бегут. Не могут бежать вперед. То есть, не могут бежать вперед. Вот. Зачем с таким футболом лезть? И опять вот этот вот лозунг. Котэ это не кричал. Но в его глазах это было. Ну, что вы привязались с качеством футбола? Ну, нет этого футбола. Результат есть. Вот еще 45 минут. И мы все. И мы на чемпионате мира. С первого места мы великие. И рейтинг наш не упадет на 34 место, что нас южные корейцы обойдут. А останутся еще выше. Мы в двадцатку войдем лучших команд. Оставалось всего вот эти 8 минут. Сережа, я вас уверяю. Поверьте мне. Я все-таки в людях немножко разбираюсь. Пожил. Если бы мы не забили в свои ворота... Они бы не забили? Они не забили бы. Это не имеет значения. Мы бы после матча, Котэ ваш потерял бы окончательно голос. Он бы кричал, что мы лучшие, что мы великие. Всем ордена. Всем ордена. Потому что выйти из такой группы, выйти первым на чемпионат мира, это что-то великое. Понимаете? Ну, Сталинградскую битву взяли и победили. Понимаете? Герои. Всем надо дать героев. И никто не совестился. Никто не совестился. Этого бедного Евгения Серафимовича готовы были только за возраст его. Только за его возраст ему там морду не набили. Понимаете? Только за возраст. Что Евгений Серафимович, уважаемый человек, попробовал сказать честно после первого тайма. Ну, ребята, это же стыдно на это смотреть, так играть нельзя. Это же говно. Это же живое, вонючее говно. Понимаете? На что КТ сказал, ну вы что-то не понимаете. Результат есть. Чего вы орете? Чего вы орете? Результат есть. Мы взяли того тренера, которого нужно взять, а тренер взял тех футболистов, которых нужно было в команде, которых не хватало. А после матча, когда мы забили в свои ворота, тренер сказал, что он недоволен ничем. Понимаете? И своей работой недоволен, и недоволен игроками, которым он предоставил право сыграть. И после этого момента к нему подходит комментатор на поле и поздравляет его. С чем поздравляет? С тем, что ему предстоит со второго места, а второе место в этой группе, я так считаю, это очень хорошее место. Что ему предстоят очень интересные матчи, где он, наверное, сумеет доказать, что он профессионально пригодный, высококлассный тренер. На что Валера поблагодарил, ему никуда не попрешь, поблагодарил комментатора и сказал спасибо, буду стараться. А на следующий день по приезду он сказал, что я буду думать. Я еще не знаю, смогу ли я подготовить нашу команду в марте к играм с новым видением, которое я хочу. Прошла неделя, как он обещал, и он сказал, что я готов продолжить работать. Что случилось, какие-то мысли появились, помощники, что ли, ему сказали, в Российском футбольном союзе что-то посоветовали, федерации. Ну, в общем, он остался. А что-то, собственно, я ему и желал остаться. Зачем уходить? Потому что я бы на Валерийном месте ни за что бы не ушел. А что уходить? Что уходить? Ты уходишь у разбитого корыта. У тебя клуба нет, сборная ничего не достигла, ты отказался с командой продолжать работать. Вот кому такой тренер нужен, Сереж? Ну, кроме как московского «Спартака», я не трогаю этот клуб отдельной, отдельной статьей, он непредсказуем в своем решении. Особенно, когда все две недели, три недели выгоняли главного тренера, сказали, что он просто негодяй, с такими результатами играть нельзя, и вдруг вчерашняя игра. Вдруг все стали говорить, слушай, может мы не поняли, что-то в нем есть, что-то в нем все-таки есть. Может мы загорячимся по этому поводу? То есть, понимаете, происходит трансформация или превращение в новое что-то. Люди как будто на лету перебываются все. Я вчера смотрел, я все по Матч ТВ до двух часов ночи просмотрел, все спортивные комментаторы и все спортивные специалисты изменили свое мнение по отношению к «Спартаку». Оказывается, великий и тренер хороший, и ребята, особенно молодые ребята, которым 20-21 год, у которых появилась возможность, нашим, я мечтал, когда в «Спартаке» будут играть только наши молодые футболисты, которым тренер дает шанс, и они неплохо себя показывают. Но главное не в этом, оказалось-то, Соболев очень прилично играет. Тут все спросили, вдруг сами себя спросили, а почему его в сборную-то не взяли? Нет, мы не говорим, что он должен был в составе вместо Федора Смолова. Нет, ну хотя бы на скамейке запасных бы сидел, хотя бы взяли. А что ему не взяли? Тут один только Эдуард Мор выступил. Он посмелее, чем все остальные, вот эта вот шайка из 8 человек, наверное, специалистов, замолчали. Понимаете? И только Мор сказал, а что его брать? Он плохо играл. И он даже не вспоминает, что, простите, неделю назад Соболев был лучшим футболистом матча. Когда Локомотив с Локомотивом во втором тайме, они остались в десятером, а Локомотив выигрывает, и все выступили после первого тайма футболисту Локомотиву, сказали, мы их сейчас просто сожрем с говном всех, Спартаковцев, и выиграем. И вышла команда Спартак, и в великолепном стиле, обыграв, все 45 минут давили, все 45 минут. Вот главный, главным мутителем спокойствия Локомотива был Соболев. Он, собственно, а сам Соболев себя недооценил, он говорит, ну а что, я не забил, ребята, у меня был шанс, я не забил. Что меня лучшим футболистом-то назначили? Мне как-то даже неловко. Он еще совестливый вдобавок, понимаете, футболист. А его в сборную нет, он в сборную не годится. Он не годится был. Здесь много вопросов, Сережа. Много вопросов, но здесь есть концепция главного тренера. Что вот у него есть понимание, он может играть всю игру без нападающих, может играть без нападающих и достигать больших результатов. У него это есть, Сережа, он и надеялся в последнем матче, вы согласны со мной, что Федор Смолов-то, по-моему, даже к воротам ни разу не побежал. Да и не надо бежать. Там другие должны были забить. Там полузащитники, как сам Валера был полузащитником центральным, так, в общем-то, он от всех остальных требует от полузащитников, собственно, они должны делать результат. Но если они не смогут, то защитники забьют. У них уже есть опыт по забиванию многочисленных голов за сборную страны. Собственно, вот так. А что вы меня имели в виду, вы мне задали вопрос, я, собственно, вот как могу на него отвечаю, Сережа. Что бы вы конкретное хотели услышать по поводу, почему он изменил свое мнение? Да, я просто немножко не понимаю такой подход. Я, возможно, уйду, а потом не ухожу. То есть, зачем это все публично об этом рассуждать? Зачем сеять неуверенность футболистов в этом тренере, если все это можно было решить как-то, не вынося на публику? В чем здесь интерес? Я, наконец, задумался, собственно, мы его предупреждали все, в том числе и вы, что сменить Станислава Саламовича легко, добиться результата тяжело. И вряд ли кто-то возьмется сейчас на короткий срок что-то изменить с нашей сборной. Сильных футболистов нет. А со средними футболистами играть против сборной Хорватии тяжело. Да ладно со сборной Хорватии, невозможно было сыграть хорошо со сборной Словакии. Она сильнее. Откровенно говоря, она сильнее, чем мы. По всем показателям. И они должны были выиграть, как они это сделали и со Станиславом Саламовичем. Правильно? Вот. И они должны были выиграть, но Бог на нашей стороне, но он вдруг задумался, «А если Бог не на нашей стороне, что-то можно сделать?» Я говорю, кто-то ему посоветовал. И правильно посоветовал, он сказал, почему он изменил свое мнение. Действительно, он был неправ. Но надо было просто промолчать по поводу своего... Он порядочный просто человек. Он сказал, что я сомневаюсь. Зародил зерно сомнений во всех футболистах. Я согласен. И в самом себе он видит, что не знает. Но ему просто посоветовали, а чего ты теряешь? Ты чего теряешь? Кто сейчас на твое место сядет? Кто сделает лучше, чем ты? Никто. Просто никто не знает, за что хвататься. Поэтому в этом смысле он бы мог бы, наверное, просто помолчать. В конце концов, через неделю мог бы написать заявление об уходе да уйти. Но он сказал, что у меня есть сомнения. Поговорил с Олегом Ивановичем. Олег Иванович сказал ему, у меня было такое в 2002 году. Команда не играла. А мы заняли первое место и поехали на чемпионат. Правда, что было после этого приезда... Ну да, опустим, опустим. Не будем об этом говорить. Да, но это было бы, скорее всего, и с нами. Если бы мы поехали на чемпионат с такой игрой. Вот меня всех беспокоит только одно, Сережа. Мы всем желаем главному тренеру сборной... Что беспокоит, Владимир Николаевич? Ведь Валера, в конце концов, хороший парень. Почему ему не пожелать всего самого наилучшего? Просто мы не видим, как вылезать из этого. Потому что тех футболистов, которых он берет, усиленно берет. Если он считает, Сережа, если он считает, что Федор Смолов, как вы говорите, это лучшее, что у нас есть в нашем футболе. А если он не сможет выйти, то вместо него Заболотный выйдет. Ну, тогда, значит, вперед. Ну, Заболотный, ну, сильно бьет по ногам. Я с вами согласен. Он этих полузащитников просто загонял. Он их просто рвет. Понимаешь? Ну, настолько мощен. И это нравится Карпину. Он говорит, чем ему нравится Заболотный. Не тем, что Заболотный не забивает, на что здесь нравится. А за то, что он топчет полузащитников. Полузащитников топчет. Они все плачут. Понимаете, у него одна карта, желтые карточки в каждом матче. Он одного, двух, а то и трех футболистов просто убивает. В Спартаке такие футболисты были ли в московском Спартаке? Ну, там защитники были. Вот. Валимик, ну, вот эта фраза по поводу трусости, там она прозвучала. Как теперь футболистом работать после такого мнения главного тренера? Ну, а что? А как работать, Сереж? У главного тренера есть шанс. Еще есть 42 футболиста, которые не охвачены. Так. Есть. С ними можно поработать. Хорошие ребята. Хорошие ребята, Сереж. Ну, вы понимаете, ну, как-то вы так мне говорите. Вот, посмотрите. Литвинов, Умяров, Игнатов в Спартаке. Да. Молодые ребята вышли и играли против итальянцев не хуже. Не хуже. Значит, есть что-то? Я вам говорил. Есть несколько клубов, которые показывают очень интересный содержательный футбол. Например, Крылья Советов. Очень прилично ребята играть. Все молодые. Бери. Умяров, в конце концов, вместе с ними взяли. Да. Просто Спартак взял одного Умярова, а Крылья Советов всех остальных. Ну, еще взяли Глушенкова, Спартак. Владимир Михайлович, ну, то есть, все нормально как бы в данной ситуации? Ждем стыков и верим в футбольного бога. А нам ничего не остается, Сережа. Нам. Нас никто не спрашивает. Нам просто ничего не остается. Нам, правда, никто рот не затыкает. Вот это да. А все остальное, так сказать, вы меня извините. Про Спартак вы поговорили чуть-чуть. А что это было на ваш взгляд вчера? Ну, что это было? Был достаточно, я бы сказал, достаточно хороший футбол. Ну, итальянцы приехали не лучшим составом, я согласен. Мой любимый Инсиньо, который может обыграть полкоманды Спартак и забить. Но он действительно может. Ему не повезло в том матче, в первом. Он там легкую травму, по-моему, получил, и в первом тайме его заменили. А так, когда смотришь, как он играет за сборную, начинаешь понимать, вот это футболист. Это второй Заваров. Потому, когда я Заварова смотрю, вот именно в те годы, 88-й, 86-й, 88-й, 89-й. Вот Инсиньо мне напоминает, они ростом Заваров чуть повыше. Заваров метр семьдесят, а это метр шестьдесят шесть. Но какой футболист? Но он не играл. Как не играл и еще три, по-моему, или четыре футболиста. Поэтому я не хочу сказать, что они приехали в слабом составе. Потому, что те, которые вышли на их место, играли очень прилично. И могли бы выиграть у Спартака. Могли бы выиграть у Спартака. Но у Спартака классно сыграл вратарь. Спартаку везло. Безусловно, везло. Потому, что все то, что у Спартака было положительного, мы все увидели. У них все получалось. В отличие от сборной, от нашей, здесь явно было, что футбольный бог был на стороне Спартака. И я необыкновенно был счастлив, что так складывается. Вы знаете, просто был доволен. Потому, что мне нравится спартаковский тренер. Я вам уже месяца два об этом говорю. Я не вижу в нем ничего плохого. Просто команда Спартака вот в таком разборном состоянии находится. Что нужно время. Что он хороший тренер. И зря на него клеветала Зарема Салихова. Приличный, очень хороший тренер. И очень порядочный, по-моему. И футболисты его любят. И он дает раскрываться очень многим ребятам. Ну, что я, мне по содержанию игры, по самоотдаче, которую Спартак демонстрировал. Сережа, я же не могу сказать, что Спартак сильнее, сильнее, чем Наполе. Ну, не могу сказать. Да, собственно, никто и в этом не сомневался. Что они приехали, по крайней мере, сыграть в ничью. По крайней мере. Даже в том составе, не в полном, в котором они хотели. Да. Вот. Ну, хорошие футболисты. Было все видно. Ну, просто там два или три мяча. Мертвых. Совершенно мертвых. Даже до смешного мертвых. Когда он там вратарь ногой отбивает, поднимает. Ну, до смешного. Хоть показывай, хоть делай фотографию. И во все журналы мира, как можно отбить. Просто великолепно. Сначала взял из шестерки, а потом ногой отбил. Такое только в мультфильмах рисуют. Бывает такое? Бывает. Ну, и Спартак, и Соболев. Соболев два раза ударил головой. А как ударил? Один раз гол забил. Другой раз чуть ли в перекладину попал. Бился, старался, был заметен. Поэтому, ну, я сказал, и молодые ребята. Даже рассказов, которые вышел во втором тайме. И то был очень старался, упирался рогом. Бегал хорошо. Владимир Михайлович, ну почему тогда такая нестабильность, если вы в восторге от Руи? А в чемпионате России не очень. Ну, десятое место же реально. Это же позор для Спартака. А в Лиге Европы вы получаете? Сережа, вы просите меня в конце концов ответить на этот вопрос достаточно легко. Вам же нравится Карпин? А команда не нравится, как играет. Он вроде бы все объясняет. Вы же говорите, что Карпин хороший тренер. Как специалист. Все понимает, все знает. А команда не играет. Понимаете? А вот у Руи Виторио вы задаете вопросы. А что? У Руи Виторио команда нестабильная. Достаточно молодая. Много травм было. Чемпионат России сложный чемпионат. Там сильные команды играют. А Спартак не купил сильных футболистов за год. Ни одного для Руи Виторио не купили ни одного футболиста. Если бы сказали, вы простите. Для Руи Виторио купили Клаудиньо. Для Симака купили. А здесь купили. И Малкома. Понимаешь? Они не играют. За что купили, за что потратили 80 миллионов? Ну, и таких денег Спартак никогда не тратился в жизни. И не собирается пока тратить. Потому что это Спартак. Это Лукоил. Понимаете? Это Лукоил. Это какие-то жиды. Понимаете? По деньгам. Они хотят не вкладывать ничего, а чтобы команда Спартак к столетию стала чемпионом. Сережа, вот я не понимаю, как это можно достигнуть. Ну, наверное, кто-то понимает, безусловно. Но я не понимаю, как к столетию Спартака. Ведь сто лет. Ну, такая дата. Я-то думал, что будет, летом будут приобретены несколько сильных, действительно сильных футболистов, с помощью которых, ну, приблизительно, ну, всякое бывает. В конце концов, Ахметов для своей команды, шахтер, купил на 40 миллионов целую команду, да, бразильцев. А они на последнем месте, вообще на последнем месте. Понимаете? Вот. А здесь вообще никого не купили, рассчитывали на что-то. На что-то рассчитывали, Сережа, ведь на что-то рассчитывали. Так. Поэтому, ну, какие могут, вот, Сережа, вы знаете, извините меня, пожалуйста, но какие могут быть претензии к тренеру, под которого не купили ни одного футболиста? Ну, одного купили Кафрия, защитника Владимира Николаевна. Ну, сейчас, да, да, вот сейчас. Ну, вот купили, вот сколько он там, месяц, полтора. Ну, побольше чуть-чуть, побольше, да. Пытается сыграть что-то, ну, ищет себя, испытывает, неплохой защитник, я скажу так. Ну, это немножко, ну, там совсем были проблемы. Там всех четверых надо, к чертовой матери, менять. Понимаете, там ставить, покупать действительно классных, сильных футболистов. Нет, если вы хотите что-то достигать. Потому что, нет, Сережа, вот так можно улыбаться, но вообще-то надо, чтобы были сильные, мощные, интересные защитники. Они есть, если у тебя есть деньги, и ты не жадный. Они есть. Но если ты хочешь за 7 копейок купить, за 3 миллиона купить, а делать вид, что они на тридцатник стоят и играют, такого не получится, понимаете. Вот и все. А вообще защита – это очень важная составляющая часть. На ноль надо играть, надо, чтобы в Спартаку был. Вы видели, как вчера Спартак играл? Но вы верили, что Спартак больше не пропустит после первого гола? Никто не верил. Не верил никто. Было очень тревожно. А почему было очень тревожно? Ну, прости меня. Потому что видно, видно, что не лучшие защитники. Ну, собственно, там есть, там трещит везде все. Но можно играть. Вот главный тренер пытается с ними играть. Сережа, а я получаю это удовольствие. Я говорю, я давно не получал такое удовольствие, которое я получал от Спартака в игре с локомотивом во втором тайме. Никто не может объяснить. Это же заболтались. Захвалили тренера немецкого. И никто не предполагал, что Руи Виторио такое выкинет. Ведь Сережа, он что выкидывал? Вы пересмотрите этот матч. Я понимаю, вы же на футболе были, на стадионе. Вы не видели. А я имел возможность пересматривать. Простите, он гнал команду вперед, а они в десятером. 1-0 проигрывают. Первый тайм по всем статьям проиграли. По всем статьям проиграли. А он с чего начал? Он начал махать ребятам вперед, ребята, все вперед, все вперед. И они все побежали вперед. Я весь тайм смотрел и думал, ну как можно в десятером весь тайм? Тем более, что все время говорили, что локомотив настолько физически классно подготовлен. Понимаете, что готов бегать все 90 минут, что с локомотивом так до сих пор? Все вот так вот увиливают, понимаете? Никто из комментаторов даже не хочет объяснять, даже ваш близкий друг. Вот вообще ушел от всяких вопросов, потому что очень громко весь первый тайм кричал за локомотив. И за немцев. И вдруг Руй, Витори, 1-1, и все говорят, что мы недовольны. Нет, представляете, 1-1 сыграли, говорят, мы недовольны результатом, недовольны. Мы должны были выиграть. Мне это очень нравится в «Спартаке». Очень нравится. В них есть дух спартаковский. Спартаковский дух. То есть, Руй вернул дух в «Спартаке». В какой-то мере, да. Но я своими глазами это видел. И видел, как Руй Виторио гонит команду вперед. Он не кричал им, ребят, вы там посмотрите, вы слишком не увлекайтесь слишком, а то на контратаке сейчас вам... Нет, ребята, мне нужна победа. Мне нужна победа. Он их гнал на победу. И результатом после этого матча мы видим сейчас тоже эту игру. И она тоже достаточно интересна. Достаточно интересна. Я не хочу сказать, что классная, потому что играли против очень сильного соперника, который сразу, сразу вам по рукам ударит. Или по ногам. Владимир Николаевич, ну и про Зинит, давайте ваш любимый порассуждаем. Все-таки уже 16 матчей, если я правильно помню, в гостях в Юрокубках команда не может победить. Атаковали Быстрова и Аршавина. И Быстров и Аршавин атаковали Симака. И на рынке футбольном говорят, что неспроста атаковали. Атаковали о том, что так просто это на Матч ТВ не делается. А Сергей Симак ответил на вопрос Владимира Быстрова о том же, когда будет красивый футбол. Он ответил, что в Англии, по-моему, и в Испании. Что мы об этом можем сказать? Вы знаете, что Быстров, что Аршавин, это два моих любимых футболиста. Да. Зенита. И Спартака, когда играл Быстров за Спартак. Он и там хорошо играл, и там хорошо играл. Почему хорошо играл? Быстро бегал, нагло, смело. Они вот два нахала. Они два нахала. Я бы даже сказал, не постеснялся, два хама. Они хамски играют. Они по-хамски говорят. Когда я их услышал на Матч ТВ, как они высказывались по поводу Зенита. Ну, что я могу сказать? Я, в общем-то, про умственные способности обоих я не буду ничего говорить. Просто не буду говорить. Я про футбол всегда говорил везде и буду говорить, что это две звезды российского футбола. Две звезды. А вот как они соображают, как они высказываются, они по Артему Дзюбе тоже сказали. А что он? Ну, когда Володь Быстров сказал, простите, в команде «Зенит» играл Артем Дзюба и заводил всю команду. Все силы, которые у него были, он, по-моему, одурел от усталости. Все, что у него было, он отдал. И гол классный забил, понимаете, который не засчитали. Ну, может быть, ноги-то у него нормально стояли. Чуть голова вперед. Чуть-чуть. А вообще, что было у «Зенита», все было связано с Артемом Дзюбом. Можно ненавидеть Артема Дзюбу, как, в общем-то, ненавидеть его подавляющее большинство наших болельщиков. Но то, что Дзюба заводил всю команду, простите меня, команду завести было очень тяжело. Почему было очень тяжело? Потому что Клаудиниев был, ну, совсем плох. Я давал несколько комментариев до матча. Мне звонили из Санкт-Петербурга из разных газет. Я сказал, что если Клаудиниев будет играть так, как играл, когда на красную карточку наработал. Вот до этого два матча, это было просто, мы увидели, что такое классный нападающий, как полузащитник под нападающий, как он может играть. Это было золото какое-то. Но что-то мне не очень нравится. А как играет Малком, последние 3-4 матча, ну, it leaves... К сожалению, слабо. Но я рассчитывал, я рассчитывал на то, что выйдет мой любимый Азмун. Но Азмун не мог. Травма, да. У Азмуна была травма. У Азмуна была травма. А кто тогда будет играть? Ну, появилась тогда возможность у Мостового, да, у Ерохина показать, на что они способны. Но они показали не самый лучший футбол свой. Несколько меня разочаровал Мостовой. Своими даже скоростными качествами, а главное, своим мужеством. Он показывал, что он устал. Он вышел во втором тайме, а усталость в нем... Остальные все ребята отдавались, как могли. Показывали, простите, и вдруг эти два... Не буду их обижать словами. Два комментатора, тире, специалистов... Аршавин и Быстров. Аршавин и Быстров, так. И налетели... Вы правильно сказали, что... Это ж надо... Контролирует этот канал, и вообще все контролирует Газпром. И вдруг на канале Газпрома атакует главного тренера. Да, да, да. Что это значит? Что это значит? Ну, я надеюсь, что Аршавин на его место не придет. Ну, просто не придет. Понимаете, это... Просто похоронят команду, и все. Ну, во-первых, он и тренер как таковой... Он, правда, и не рвет, с чем мы его суем в тренеры. Он в спортивный директор-то не пошел. Прикинул, что зачем? Деньги есть. Сейчас головных болей у него будет ужасно. Хорошо говорить вот так вот. Когда они с Володей сидят, они обеспеченные люди, у них есть деньги. Они говорят то, что им в голову приходит. А им в голову приходят охерительно плохие мысли. Книг-то они не читают, в театры не ходят, в библиотеки не записаны. Понимаете, что к ним в голову может залезть? Вот они херакнули и все. А там хоть не расцветали. Понимаете, они же не рассуждали, почему, что и как. Они говорили, плохо. Плохо. Смелости нету. Что это за... Что это за зенит, который не прет вперед? Что это за зенит? Да зенит на голову лучше. Да, зенит на голову лучше, я согласен. При условии, что играет Клаудиньо, при условии, что играет Малком, при условии, что быстро бегает Азмун и забивает. Тогда и Артем Дзюба сыграл бы лучше. И забил бы. А то вы видели лицо Артема Дзюбы в момент, когда он бил пенальти? Вы видели? Я никогда не видел такое ожесточение в лице Артема Дзюбы. Он кусал себе губы. У него глаза были злые. Он ведь не злой человек. Он, наоборот, всегда исполняет... Доброта от него, злоба. И я сразу на такое впечатление хотел сказать. Не надо, Артем, не бей, ты не забьешь. Ты не забьешь сегодня. Он был просто агрессивен. Он отдавал себе отчет, если он другим будет. Если он вдруг... То вообще футбола не будет. Понимаете? Но дело в том, что весь второй тайм Зенит атаковал. Зенит просто посадил на их поле Мальмя. Он просто заставил Мальмю... Они и так-то один раз поворотом ударили и гол забили. Такое бывает, бывает. Ну, Сереж, ну, такое бывает. В конце концов, и Спартак пропустил у поляков. Там ничего не грозило. Спартак все время атаковал. Если вы помните эту игру. Да. Потом со стороны Рассказов не поверил, что мяч не выкатится. Правильно? Там мяч катился по леточке, вы помните, да? Он думал, что мяч как катится, что-то выйдет. И не побежал. Тот отдал в центр, а там со смешной итальянской фамилией футболист подбежал и забил гол. Правильно? Ничего же не было. Поляки говорили, если мы 0-0 сыграем, мы будем счастливы. И забили гол. У них три очка. А если бы был один очко, так сейчас Спартак вообще был бы великий. Понимаете? И здесь то же самое. В первом тайме один удар. Была установка главным тренером не пропустить в первом тайме. А во втором мы их порвем. Не пропустить. Но пропустили, Сереж. Бог футбольный был не на стороне Зенита. А во втором тайме, во втором тайме Зенит превалировал во всех компонентах игры. Они на зубах пытались забить, но им не везло. Гол не засчитали, пенальти не забили. Ну, и что вы должны сказать? Это не лучший матч был у Зенита. Но Зенит сыграл в ничью 1-1. Молодцы. Молодцы. Я очень рад, что... Я не люблю шведов. Я не люблю датчан. Не люблю. И Копенгаген не люблю город. Собственно, Мальмия – это пригород Копенгаген, если вы знаете. Нет, не знаю. Ну, он называется Мальмия. Но там на полуостровочке, там... Мальмия, так все-таки вот эта история, история бог. Огромный город Копенгаген, он как бы поглощает. Они шведы называются, на самом деле. Все-таки требования эти красивого футбола, то есть, они не приведут ли... Так же просто это все не делается в эфире федерального канала. Не задумываются ли люди там в Зените о том, чтобы поменять главного тренера? Ну, дурь-то она... Это традиция русского народа. Дурь-то у нас больше всего. Поэтому всякое может. Могут тренера прогнать. Так, за что, правда, его прогонять? За то, что Зенит играет в ту игру, которую может показывать. Зенит слабее первых двух команд. Ровно на один гол. Ровно на один гол. Зенит слабее. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Вот как это чуть-чуть преодолеть, когда против тебя играют две лучшие команды. Одна лучше итальянская, а вторая лучше английская. Вот как это чуть-чуть преодолеть? Ну, вот на один гол они проигрывают. Это не Спартак. Вы видели, что команда Зенит это не Спартак. Это гораздо сильнее. Да. Вот. Ну, вот что-то чуть-чуть не хватает. Вот если это руководство посчитает, что это чуть-чуть не в состоянии преодолеть, Сергей Богданович, то что я могу сказать, Серёж, по этому поводу? Ну, наверное, пригласят более сильного. Вы не на Карпенажа намекаете, я надеюсь. Понятно. Спасибо большое, Владимир. Спасибо вам.